Добрый день, дорогие зрители православного портала «Экзегет». Сегодня мы с вами продолжаем наш рассказ о месте крещения Господа нашего Иисуса Христа. Поскольку это место находится в непосредственной близости от древнего города Эрихон, то и история этого примечательнейшего, древнейшего, на самом деле, из известных нам городов также оказывается в поле нашего с вами зрения, внимание, и мы также должны будем о нем повествовать. Итак, мы с вами рассмотрели такую вот древнюю историю Эрихона, наполненную всевозможными такими драматическими поворотами, событиями, и оставили ее как раз-таки на таком одном, наверное, самых ярких и зловещих эпизодах этой истории, связанных с деятельностью в Эрихоне царя Ирода Великого, величайшего из известных нам в истории человечества злодеев, и непосредственно эти времена уже примыкают к пришествию в этот мир Господа нашего Иисуса Христа. И, как мы знаем, буквально в близости, в нескольких километрах к северу от древнего Эрихона, Господь наш Иисус Христос принял крещение от Иоанна Претечи и вышел на свое служение, открытое служение человечеству, увенчавшееся его крестной смертью и воскресением. Но это был, естественно, не единственный случай, не единственный раз, когда Господь наш Иисус Христос бывал в Эрихоне. На самом деле в Священном Писании несколько раз содержится упоминание о том, что Господь проходил на Своем пути через Эрихон и останавливался в этом городе. Эрихон лежал как раз-таки на одном из путей, которые вели из Галилея в Иерусалим. Вернее, там было, в общем-то, даже два пути. Можно было идти из Галилеи тем путем, которым сейчас движутся паломнические группы вдоль западного берега реки Ордан из Галилеи. И эта дорога приводит прямо практически в лежащий на ней Эрихон. А оттуда уже начинается достаточно крутой такой подъем к Иерусалиму. Перепад в высоте между ним и Эрихоном составляет практически километр. Так что, если достаточно быстро, например, спускаться из Иерусалима в Эрихон, то порой иногда даже захватывает уши, когда едешь в автомобиле по этой дороге. Другой путь шел по Зайорданской стороне. Жители Галилеи шли восточным берегом, потому что на западном берегу достаточно часто нужно было проходить окраинами Самарии, и можно было подвергнуться нападению самаритян, которые были достаточно зачастую агрессивны и недоброжелательно настроены по отношению к путникам и даже паломникам, идущим из Галилеи в Иерусалим. Поэтому часть пути пролегала по восточному берегу, тому, который сейчас находится на территории Королевства Иордания. И вот как раз-таки в Вифаваре, там, где находился известный в истории Брод, можно было переправиться на другой берег и опять же попасть в Эрихон и дальше следовать в Иерусалим. Неизвестно, каким именно путем пользовался Господь, но, по крайней мере, точно известно, что он неоднократно проходил через Эрихон и совершал здесь такие славные дела. Одним из этих дел является то, что здесь он обратил к своему учению Матаря Закхея. Мы знаем из евангельских событий, из повествования Евангелия от Луки, это 94-е зачало, что Закхей был главой Матареи Иерихона, ну, то есть сборщиков налогов. Будучи человеком грешным, отверженным от израильского общества, он, тем не менее, где-то в своей душе чувствовал такую глубокую тягу к жизни божественной, к духовной, может быть, даже не вполне отдавая себе в этом отчет. И поэтому, как мы знаем, совершил такое какое-то совершенно удивительное дело, такое совершенно не укладывающееся вообще ни в какие рамки поведения для того времени поступок, когда он для того, чтобы увидеть проходящего через Иерихон знаменитого Учителя Иисуса Христа, забирается на дерево, поскольку он был маленького роста, и вот с этого дерева он надеялся, ну, хоть увидеть идущего через его город знаменитого Учителя. Ну, чтобы представить себе, насколько, в общем-то, этот поступок являлся необычным, просто выпадающим из всех принятых норм, ну, представьте себе сейчас какого-нибудь, скажем, начальника налоговой полиции, вполне солидного, уважаемого человека, который вдруг бросает свой портфель, норковую шапку и лезет на какое-нибудь дерево для того, чтобы хотя бы просто увидеть какого-то странствующего нищего Учителя. Ну, в общем, ситуация-то настолько же выглядит неправдоподобной, сколь и комичной. В общем, прямо скажем, поступок такой непацанский, как бы сказали, и, в общем, действительно абсолютно не вяжущийся с образом вот такого солидного человека, и, в общем-то, человека еще и до какой-то степени связанного и с криминальной средой, ну, поскольку мы знаем, что вот этот образ государственной службы, на котором изымались налоги, на самом деле был просто такой легальной формой бандитства. И, в общем, друзья Закхея стоили своего начальника, и вот, ко всеобщему изумлению, удивлению, учитель, который идет и видит этого Закхея, хотя не должен был даже его заметить и уж тем более обратить на его внимание, вдруг останавливается, говорит, Закхей, уж постарайся скорее слезть с этого дерева. Мне нужно быть в твоем доме. Совершенно поразительное развитие событий. И Господь в этом доме, куда собраны все друзья, подобные этому Закхею, принимает его покаяние. И когда начинают пересуживать прочие, так сказать, соблазненные всей этой ситуацией люди, о том, что вот Христос пришел в дом такого величайшего грешника, Закхей встает и дает совершенно какое-то тоже небывалое обещание половину своего имения раздать нищим, а всех, кого он обидел, а это, наверное, не меньше половины его прочего состояния, раздать, вознаградить четверицу, то есть в четверо отдать всем, кого он обидел. Это, конечно, тоже совершенно удивительный случай. И благодаря вот этому покаянию главы сборщика налогов и его друзья, и целый круг подобных же грешников обращаются к праведной жизни, получают одобрение Господа нашего Иисуса Христа во всеуслышание заявляющего, что вот и это тоже сын Авраама, и просто возрождающего его к праведной жизни, в покаянии, в творении добра. Как мы знаем, Закхей впоследствии сделался епископом, учеником и последователем Христа и святых апостолов, одним даже числа 70 апостолов. И можно сказать, что вот одним таким пришествием в Иерихон, как бы это сейчас выразились, криминальная обстановка в Иерихоне в значительной степени изменилась в сторону, так сказать, этой декриминализации. Вот такое великое чудо было совершено Господом Иисусом Христом. И надо сказать, что в память об этом великом чуде в Иерихоне до сих пор почитается дерево, то самое древо Закхея, представляющее из себя величественную, огромную Исикамору. И что особенно радует, это Исикамора является достоянием нашего с вами российского отечества в Иерихоне. Некогда в XIX веке монах Иосаф на средства крестьянки Елены Резниченко выкупает огромный участок земли в Иерихоне именно с вот этой древней, древнейшей смоковницей. Сейчас, благодаря дипломатическим усилиям нашего Министерства иностранных дел, этот участок вместе с древом Захея передан правительству Российской Федерации. Там построен центр такой вот исторический. Ну, изначально, конечно, монах Иосаф и Елена Резниченко хотели, чтобы там был создан монастырь. И с этой целью выкупали этот участок земли. Но оформление этого участка было проведено не совсем правильно. Он не смог быть использован как вакв, то есть религиозная собственность. И сам монах Иосаф вынужден был вернуться обратно на Афон, откуда прибыл в Иерихон. А Елена Резниченко, которая успела к тому времени принять постриг и скончаться, оказалась погребена на этом самом русском участке. И поэтому сейчас в Иерихоне есть улица имени Дмитрия Медведева, поскольку именно в его президентстве этот вопрос был решен. И создан центр такой археологический, исторический, парковый, украшением которого является древо Закхея. И до сих пор и русские, и прочие паломники приезжают охотно к этому месту. Рядом с Маковницей вспоминают примечательную историю Закхея и его знакомство с Господом Иисусом Христом. Ну, надо сказать, что за святыней Иерихона все время шла какая-то такая борьба между разными конфессиями, и исключение не составляло и определенное такое соперничество между русской церковью, русской духовной миссией и иерусалимским греческим патриархатом. Поэтому в 70-е годы и 80-е годы 19 века в Иерихоне, уже позже того, как там появился русский участок, появился и греческий монастырь, посвященный святому пророку Божию Елисею, который, как мы с вами знаем, также некоторое время в Иерихоне жил. И для этого монастыря был также выкуплен участок земли, на котором находился большой пень, также, по всей видимости, принадлежавший Секаморе, засохший уже на тот момент большой такой остров дерева, также очень древний, но вот который сохранялся, как тоже такой вариант древа Закхея. В этом греческом монастыре святого пророка Божией Елисея он существует и до сих пор. Строился, надо сказать, также на деньги русских в основном благотворителей, в частности, известный такой Купчихи Киселевой, такой известной благодетельницей, русской благодетельницей Иерусалимского патриархата. Но, надо сказать, что в отличие от этого древа на территории монастыря пророка Елисея, наша древняя Секамора все-таки еще пока живая, может даже собрать ее плоды, их может заваривать в качестве чая или просто хранить как святыни. И дентрологическая экспертиза, которая изучала наше древо, показала, что этому дереву больше двух тысяч лет, и оно тоже, безусловно, помнит Спасителя, и, в принципе, так вполне может являться именно тем самым деревом, на которое когда-то залезал праведный Закхей. Но, помимо вот этого чуда о Закхее, Господь Иисус Христос также еще исцелил в Иерихоне, и Иерихоне, ну, либо по разным сведениям евангельским, одного, либо двух слепых, которые следовали за ним и просили Иисусе, сыне Давидов, помилуй нас. И Господь вернул им зрение в память об этих слепых в древности, еще в византийский период, Иерихон был украшен церковью и даже монастырем в память исцеления этих слепых. А в крестоноский период и в более поздние времена была построена часовня, тоже на окраине Иерихона. Она лежит как раз-таки неподалеку от вот того самого места Тул-Абу-Эль-Алаик, где находятся сейчас руины древних дворцов Ирода. Сейчас это часовня, это место называется Джубр-Ат-Тахтани по-арабски, и соединена с древними воротами, которые когда-то были построены в системе укреплений Иерихона рыцарями-тамплиерами. Когда-то это была их такая вотчина, они построили свою крепость и на горе сорокадневного искушения Господа нашего Иисуса Христа, и также Иерихон обнесли защитными укреплениями. Сейчас от них остались руины одной только башни. Если вы когда-то захотите исследовать окраины Иерихона и, например, пройти путем ведущим от Иерихона по ущелью Вади Кельт, например, к монастырю преподобного Георгия Хазеита, то на пути вы встретите как раз-таки вот эти древние руины, и это в том числе и то место, на котором по преданию Господь исцелил слепорожденных. Другой такой святыней Иерихона является сорокадневная гора, также известная как гора Курунтуль или Каранталь, Джебель-Каранталь по-арабски. Это гора, которая возвышается над современным Иерихоном и по современной паломнической традиции является местом, где Господь постился 40 дней после своего крещения от Иоанна и где был искушаем от дьявола. Там он претерпел по меньшей мере два из трех искушений, когда дьявол искушал его тем, чтобы он камни превратил в хлебы, и когда поднимал его на вершину горы, откуда показывал все царства мира и обещал даровать над ними власть, если Господь, упав, поклонится перед ним, поскольку он якобы князь этого мира, как лживо он пытался внушить спасителю, еще не догадываясь, вероятно, о его божестве. Но тут надо заметить, что на самом деле эта гора в древности называлась горой Дука в честь знаменитого военачальника еще до христианской эры. И там находилась соответствующая крепость Дука, и гора эта также называлась Дука. Византийская традиция не рассматривала это место как то самое место, где постился и был искушаем Господь наш Иисус Христос. В этом качестве показывали другую пещеру и другую гору из числа тех, которые окружают Мертвое море, но сейчас мы даже, к сожалению, не знаем, где конкретно это место располагалось. А вот нынешняя гора Искушения, сорокадневная гора, по-гречески называемая Сарантарион, от греческого слова сорок, на самом деле была одним из таких важнейших центров монашеской, монастырской жизни Палестины. Здесь располагалась вторая из трех лавр, основанных первоначальником Палестинского монашества, преподобным Харитоном-исповедником. Первую свою лавру, Фаранскую лавру, преподобный Харитон основал недалеко сравнительно от Иерусалима, в самых верховьях того же самого ущелья Вадикельт, где находится и монастырь преподобного Георгия Хазевита. Но когда лавра эта стала слишком многочисленна, там собралось уже слишком много монашествующих, и возникла некоторая такая суета и многолюдство, туда стало приходить много паломников, то в какой-то момент преподобный Харитон тайно покинул это место, спустился по этому ущелью вниз до самого Иерихона. И здесь, на вот этой самой горе Сарандариум, которая тогда называлась Дука, он основал свою вторую лавру, лавру Дука. Здесь он также провел несколько лет, здесь также успела вокруг него сложиться большая многолюдная иноческая обитель, и по причине этого многолюдства преподобный Харитон ушел в третье место уже в окрестностях Хеврона, где создал недалеко от Фикои или Ткоа, создал свою третью лавру, Сукийскую лавру, где и нашел свое упокоение, где и приставился. Итак, вот это место, которое сейчас несколько ошибочно воспринимается паломниками как гора искушения, это вторая лавра Харитона-исповедника, лавра Дука. Там подвязалось большое монашеское братство до самого исламского арабского завоевания. Это был один из таких очень важных и многолюдных монашеских центров, распространявших свое влияние на всю Иудейскую пустыню и все окрестности Мертвого моря и берега реки Иордан. Только уже в крестоноский период, где-то с XII века, появилось отождествление этой сорокодневной горы с горой искушения. Там поселились латинские отшельники. Монастырь просуществовал там, по крайней мере, до конца периода крестоносцев, до XIII века. Потом, по всей вероятности, пришел в упадок и был вновь восстановлен только уже в XIX веке, на этот раз уже греческими православными монахами. Первоначально был посвящен преподобной Марии Египетской, первая церковь была посвящена ей. Ну а затем уже и построено несколько выше, на том месте, где сейчас расположена эта обитель. Главный ее храм посвящен благовещению Пресвятой Богородицы. Там есть часовня с камнем, которая символизирует собой те камни, которые Господь наш Иисус Христос отказался превращать в хлебы. Ну а если попросить разрешения у того единственного монаха, который сейчас является настоятелем и одним из уже последним насельником этой лавры, то можно пройти в самом конце под храмом в такую вот особую железную дверцу, в монастырский двор, через другую тяжелую железную такую дверь, которую вам откроет привратник, по узенькой проб, в такой тропочке, подняться на самую вершину горы Каранталь, где расположены руины создававшегося, опять же, на средства русских благотворителей верхнего комплекса монастыря в честь вот искушения и сорокодневного поста Господа нашего Иисуса Христа. Оттуда действительно открывается невероятной красоты вид на всю долину, Иерихон перед вами как на ладони, и вся долина Иордана и Мертвого моря. Это действительно очень такое красивое, живописное место. Но когда Иерусалимская Патриархия начала восстанавливать здесь монастырь в 50-е годы 20-го века, оказалось, что очень трудно стомжать вершину этой горы водой, и поэтому несколько ниже, там, где был источник, такой глубокий древний колодец воды, вот там оказалось намного удобнее восстановить эту древнюю старинную обитель на месте римской крепости Дука, крепости Тамплиеров и лавры преподобного Харитона-исповедника. Большинство из сегодняшних посетителей этого места, конечно, в основном ассоциируют с поздней традицией его, с традицией сорокодневного поста Господа нашего Иисуса Христа. Отчасти это имеет какую-то свополомческую логику, потому что отсюда действительно недалеко от того места, где крестился Господь наш Иисус Христос, и где тоже был создан крупный монастырский комплекс. В 5-6 веках и на восточном, и на западном берегах Ордана были созданы монастыри, по всей вероятности, также посвященные Иоанну Претечи. Прокопий Кесарийский упоминает о том, что для этого пустынного монастыря в честь Иоанна Претечи император Юстиниан в VI веке построил особый колодец, что было делом по всей вероятности непростым. Колодец был должен быть достаточно глубоким для того, чтобы вода не была соленой, чтобы можно было пробиться каким-то более глубоким пластам чистой и свежей воды, поскольку вся вода, даже в Иордане, имеет такой характерный сладоватый привкус из-за вот этих слончаковых почв, которые окружают Иордан. Именно вот тот самый монастырь, который лежит на западном берегу Иордана, и куда сейчас приходят паломники, посещающие место крещения на территории Израиля, по всей вероятности и по такой устоявшейся паломнической традиции, является тем самым монастырем, где подвязался преподобный Ава Зосима, монастырь в честь Тяна-Претечи, куда ангел привел Аву Зосима для того, чтобы здесь он научился иноческой жизни, здесь воспринял тот подвиг местных иноков, который они по всей вероятности научились от преподобного Ефимия Великого, вместе с ними ушел Зайордан и там обрел великую пустынцу преподобную Марию Египетскую, величайший образец и пример покаяния, которое здесь в этом монастыре причастилось святых Христовых Тан, сначала прежде, чем переправиться через Иордан и уйти на 30 с лишним лет в Иорданскую пустыню, а затем для того, чтобы здесь принять причастие от рук преподобного Авы Зосимы, перейдя Иордан уже по водам как по суху. Древний монастырский комплекс по всей вероятности именно и является тем самым описанным в житии Марии Египетской монастыре. Он существовал здесь также до времен исламского завоевания и вообще надо сказать, что практически все берега Иордана и вся вот эта пустыня была усеяна монастырями ну просто как такой цветущий инческий сад. огромное количество монастырей существовало и в окрестностях Иерихона и в самом Иерихоне. Некоторые из них раскопаны, хотя от них осталось буквально какие-то только фундаменты. В их числе, например, существовал монастырь Ава Александра, а также очень своеобразный монастырь, который назывался монастырем Евнухов. Одна богатая византийская Матрона перед тем, как самой принять монашество и уйти из этого мира, освободила и всех своих рабов, большую часть из которых составляли Евнухи. И вот эти Евнухи, пожелав последовать примеру своей госпожи, отправились в Иорданскую пустыню, но здесь никто не хотел их принимать, поскольку большинство этих монастырей подвязались по очень строгому уставу и не принимали безбородых и таких женоподобных насельников для того, чтобы не привносить какого-то соблазна в свою монастырскую жизнь. Поэтому для этих Евнуков был создан особенный монастырь, который так и стал называться Монастырем Евнухов. Сейчас он находится на окраине Иерихона, неподалеку от такого замечательного совершенно архитектурного комплекса, который называется Дворцом Хишема. Это образец исламской, ранее исламской архитектуры середины восьмого века, который приписывается одному из последних халифов Дамасского халифата Хишему, но скорее всего строился для его племянника либо валида Ибн-Езида. Этот валид Ибн-Езид, в отличие от своего аскетичного дяди Хишема, являлся таким очень большим жизнелюбцем, что и отразилось в убранстве дворца, который также оказался такой вот зимней резиденцией правителей Дамасского халифата. В частности, в числе излишеств, к которым любил прибегать в свои зимние резиденции изнеженные валид Ибн-Езид, относились бассейны, выложенные прекрасной мозаикой, в которых тот принимал ванны из вина и вот таким образом развлекался. Он очень любил поэзию, очень любил женщин, очень любил вино и совершенно неудивительно, что срок управления оказался совершенно недолг. Великолепнейшей, украшенной, невероятной красотой резьбой, мозаиками комплекс его дворца оказался не вполне достроен, а затем разрушен землетрясением и надолго забыт. Уже в 20 веке этот дворец был раскопан археологами, а каменная резная звезда, украшавшая собой этот дворец, сделалась современным туристическим символом Иерихона. Итак, в исламский период Иерихон это такая опять же зимняя резиденция исламских правителей халифата. В крестоноский период Иерихон становится водчиной тамплиеров. Они возводят здесь храмы, крепости, а кроме того, им здесь принадлежит единственная на всем Ближнем Востоке плантация сахарного тростника. Именно Иерихон познакомил жителей Европы в XII веке такой изысканной и совершенно неизвестной доселе им сладостью как сахар, тростниковый сахар. Фактория по производству этого сахарного тростника, который выращивали в долине Иордана, сделалась одним из важных активов в несметном богатстве знаменитых рыцарей тамплиеров. Тогда же развивается и паломническая традиция Иерихона и поддерживается традиция и посещение места крещения и того комплекса, который находился на западном берегу, и того комплекса, который находился на восточном. В это время на берегах Иордана продолжают подвязаться многочисленные, в том числе и православные пустынники. Наш русский игумен Даниил повествует о своих таких встречах на берегах Иордана с ними, а также о своем путешествии к Иордану. Описывает это путешествие как чрезвычайно опасное. Ему приходилось идти через такие суровые и угрожающего вида дебри, спускаясь по всей вероятности как раз таки через ущелье ведущие от Иерусалима через Масточную гору к Иерихону. Сейчас этот путь занимает чуть больше четырех часов таким неспешным шагом. И тогда, в те времена, этот путь был достаточно опасен и за разбойников, и за жары. Последнюю часть пути до места крещения приходилось преодолевать через Солончаковую пустыню. И игумен Даниил пишет о том, что некоторые паломники погибали от жажды и палящего солнца, продвигаясь через эту пустыню к месту крещения Господа Иисуса Христа. Другой уже византийский паломник XII века Иоанна Фока пишет о том, что на берегах Ордана рядом с местом крещения подвязался в XII веке один православный постник, а охраняли его покой от разбойников и нападавших на него бедуинов два льва, которые служили этому пустыннику, подобно тому, как когда-то служили преподобному Герасиму Орданскому. Один только их вид и их появление защищали пустынника от набегов сарацинов и бедуинских разбойников, которые во множестве тогда кочевали в этих местах даже во времена крестоносского управления этой дикой пустынной местностью. Тем не менее, тогда паломнические пути вновь ведут в эти места и память о месте крещения продолжают сохраняться и многие паломники, несмотря на все опасности и трудности, которые сопровождали эти путешествия, продолжают приходить на берег Ордана и во времена крестоносцев и позже во времена мамлюков и во времена господства Турецкой империи, но лишь в XIX веке это паломничество действительно становится ну как-то более уже таким организованным и сравнительно безопасным. Большой вклад в это дело вносит наш соотечественник Архимандрит Антонин Капустин. В то время, во времена Архимандрита Антонина и в предшествующий период путешествие на Иордан было делом, конечно, достаточно сложным. И на крещение паломники собирались в целые такие большие караваны, нанимали для своей охраны тех же самых бедуинов, которые в другое время вполне могли их ограбить, и под этой защитой отправлялись на берег Иордана для того, чтобы совершить освещение воды и омовение в Иорданских водах. Но самые большие сложности и опасности на самом деле подстерегали этих паломников на обратном пути. Дело в том, что русские паломники, большую часть из которых составляли крестьяне, отказывались пользоваться какими-то средствами передвижения, не то, что там колясками, но даже и конями, и просто даже осликами, которых им предлагали взять в аренду для того, чтобы совершить вот это путешествие. И дело здесь было не только в каком-то недостатке средств, в том, что, как правило, на это путешествие крестьяне копили, собирали деньги, и зачастую целая деревня сбрасывалась и вносила свой вклад в то, чтобы кто-то из ее жителей совершил вот это опасное путешествие, будучи таким молитвенником за всех на святой земле. Дело было не в экономии. Русские крестьяне считали, что они не могут позволить себе сесть на осла, лошадь или экипаж там, где Господь наш Иисус Христос ходил своими причистыми ногами. Поэтому подражая ему, они стремились подвижнически в своих простых лаптях, обмотках совершить все путешествие паломническое по святой земле. Но одно дело, когда они приходили на берег Ордана, где было тепло, чаще всего ясно, сухо, но совсем другую картину представляло собой их возвращение в Иерусалим. По мере того, как они поднимались в горы, погода в эти январские дни могла очень существенно испортиться. Нередко такие паломнические караваны попадали в снежные бури, в ливни, в пургу, и многие просто погибали на этом пути, замерзали насмерть или тонули в этих потоках грязи, которые неслись по ущелям, превращая их в совершенно неприходимые дороги. Такой замечательный вклад в спасение русских паломников в это время вносил архимандрит Вифанского монастыря, праведных Лазарей, Марфой и Марии отец Григорий. Греческий старец отличался необыкновенной сострадательностью к русским паломникам. В эти дни крещения он у себя на колокольне зажигал яркие огни для того, чтобы паломники могли как на маяк ориентироваться на световую колокольню. А сам рассылал всех своих послушников, своих учеников с фонарями на все окрестные пути для того, чтобы собирать русских паломников, не дать им погибнуть в эти суровые вечера и ночи, когда они возвращались с берегов Иордана после совершенного ими паломничества. Везде во всех келях стояли жаровни с углями, паломников ждало тепло, приют, трапеза, ночлег. И очень многим из этих паломников добрый архимандрит Григорий сумел помочь, за что сподобился даже быть награжденным лично медалью от российского правительства. Но, несмотря на эти его усилия, к сожалению, многие из паломников все-таки заболевали и погибали на этом тяжелом паломническом пути. Поэтому одним из первых дел архимандрита Антонина Капустина на его посту руководителя русской духовной миссии в Иерусалиме было озаботиться тем, чтобы паломники получили достойный приют и могли остановиться где-то и спокойно совершить свое путешествие для омовения в водах Ордана. Для этой цели он обращает свое внимание на заброшенную небольшую совершенно продуваемую всеми пыльными окрестными ветрами деревушку арабскую Ар-Риха. Именно так теперь называли древний Иерихон. Именно Архимандрит Антонин высказывает первую догадку о том, что Иерихон это и есть та самая известная всем Ар-Риха. Но эта Ар-Риха была таким достаточно труднодоступным местом, потому что любой путешественник, который туда направлялся, оказывался в нешуточной опасности подвергнуться нападению и ограблению бедуинов. Исключением не стал и Архимандрит Антонин со своим неутомимым помощником, арабским драгоманом Яковом Егоревичем Халеби. во время путешествия в эту самую Ар-Риху на него нападают бедуины и даже пробивают его рясу своим копьем, но тем не менее это его не останавливает, он достигает Ар-Рихи, договаривается и с местными бедуинскими шейхами, и с администрацией деревушки, выкупает единственное каменное здание, которое стоит посреди Ар-Рихи, и в 1873 году основывают там подворье русской духовной миссии в честь святого пророка предсечи крестителя господня Иоанна. Достаточно быстро он стоит там большой паломнический комплекс, возводит и небольшую часовню на месте обнаруженной древней монастырской часовни шестого века, и вскоре уже его подворье принимает первых посетителей, среди которых оказываются не только крестьяне, но и, например, совершившие в 1881 году паломничество великих князья Сергея Павла Александровича, которые окунаются в Ордане на месте крещения, а затем останавливаются на русском подворье, в счет которого и восстановление строительства которого делают большие достаточно пожертвования. Постепенно вокруг русского подворья начинает расти и преображаться и сама вот эта прежняя арриха, которая вновь становится иерихоном. И если первое время на русском подворье находят себе приют и иностранные консулы, и высокопоставленные инославные паломники, даже сам турецкий паша, которым также угрожают местные бедуины, вынужден просить пристанища на территории русского подворья, то постепенно в иерихоне появляются и уже представительства, и храмы других конфессий. Этот процесс продолжается вплоть до нашего времени. Одним из последних таких заслуживающих внимания построек в иерихоне является построенный уже буквально в начале 21 века замечательное совершенно румынское подворье, украшенное невероятной красотой фресками, вообще образец вот такого прекрасного нео-византийского стиля с великолепными росписями, иконами, прекрасными храмами и огромным комплексом для принятия паломников. Но и само место крещения, где крестился Господь, как мы знаем, лежащее несколько севернее Иерихона на берегу Иордана, также оказывается необойденным вниманием и усилиями тех, кто стремился сделать посещение этого места более таким вот удобным и молитвенным. Поэтому в конце 19 века здесь начинает строиться опять же на пожертвования из России в основном монастырь в честь Анны Притечи на месте того древнего монастыря, где когда-то подвязался преподобный Аввазосима, о котором мы упоминали. Эта постройка опять же для того, чтобы она могла быть защищена от бедуинов, обносится такой очень величественной и крепкой монастырской стеной. Поэтому местное арабское население после того, как перед Первой мировой войной только лишь достроенный монастырь оказывается вынужденно брошен своими насельниками, как-то уже забывают, что это место на самом деле являлось православным монастырем и до сих пор сохраняется название этого места на арабском языке Каср-эль-Яхуди еврейский дворец. Почему-то местные арабы считают, что это дворец, который строили евреи. Вот на таком топонимическом уровне языковом это название сохранилось до сих пор в таком виде. Долгое время потом место крещения становится таким достаточно труднодоступным. Этому способствует то, что в 1967 году по Иордану проходит демаркационная пограничная линия, разделяющая государство Израиль и государство Иордания. Весь берег оказывается заминированным и проход между этими минными полями открывается только раз в год на крещение и только на крещение Иерусалимский патриарх получал возможность на берегу Иордана совершить освящение воды и немногочисленные паломники, которые могли его сопровождать, могли окунуться в священные воды Иордана. С восточного берега Иорданского синхронно с этим воду освящал митрополит Зай Иорданский. Там уже можно было большему количеству паломников православных Иорданцев собраться на этом берегу. В 2007 году произошли большие изменения. Большие участки на берегу Иордана с восточной стороны Королевства Иордании были пожертвованы крупнейшим конфессиям христианским, которые получили возможность создать там свои представительства. Наверное, наиболее впечатляющим образом воспользовалась этой возможностью как раз-таки Русская Православная Церковь. При поддержке русского правительства и непосредственно президента Российской Федерации был построен величественный замечательный совершенно комплекс с прекрасным храмом в честь Анна Предтечи буквально на берегу Иордана, так что русские паломники получили возможность практически в любое время оказаться на берегу Иордана и остановившись в этом гостеприимном и прекрасном месте окунуться в священных Иорданских водах. Надо сказать, что духовно это строительство окормлял почивший в 2015 году старец такой вот духовник заиконоспасского монастыря и его первый настоятель архимандрит Петр Афанасьев. Именно он настоял на том, чтобы вопреки желаниям греков был построен полноценный храм честьян на предтече украшенной колокольней и золотым куполом, который сейчас виден отовсюду со всех берегов Иордана достаточно далеко. Несмотря на все противодействие Иерусалимского патриархата это строительство благодаря энергии духовному руководству отца Петра оказалось доведено до конца и в 2012 году Иерусалимский патриарх лично освящал наше подворье и открывал его в присутствии Владимира Владимировича Путина и теперь слава Богу мы имеем такой великолепный замечательный комплекс принадлежащий русской церкви и нашей стране на берегах Иордана. В 2011 году началось постепенное восстановление и заброшенного комплекса монастыря Анапретеча на западном берегу. Израильские власти дали разрешение на то, чтобы он был восстановлен, туда были допущены первые монашествующие, но и с 2011 года также регулярно оказался открыт доступ и к месту крещения. Там был создан заповедник относящийся к ведомству национальных парков Израиля и теперь практически каждый день с исключением субботы это место можно посетить и можно окунуться в Иордан. Правда, теперь там сделаны такие деревянные загородки, так что, к сожалению, глубина Иордана там никогда не превышает в месте доступном для купания выше может быть метра, когда Иордан достаточно полноводен, в нем достаточно воды. Но, как мы уже говорили, Иордан река достаточно опасная, коварная, берега там довольно обрывистые, глинистые, течение быстрое, и на самом деле эти меры предосторожности, хоть и досадные для наших паломников, тем не менее не совсем беспочвенные, потому что, ну, если что-то случится с человеком во время купания в Иордане, то помочь ему в этой мутной и быстрой воде не будет уже никакой возможности и спасти его никоим образом не удастся. Вот таким образом теперь мы с вами обозрели хотя бы вкратце вот эту историю и место крещения Вифавари, Енони на берегу Иордана и немного рассказали об истории Иерихона и его древних современных святынях. К числу этих святынь относится также монастырь преподобного Герасима Иорданского, который также многочисленные паломники посещают, но это, наверное, такая отдельная тема и даст Бог как-нибудь мы о монастыре преподобного Герасима все-таки расскажем отдельно, посвятим ему отдельную беседу. Сейчас Иерихон это достаточно крупный город палестинской автономии, там исключительно арабское население, большую часть которого составляют мусульмане, но есть, конечно, также и христиане, есть небольшие диаспоры латинские, эфиопские, армянские, которые также, сирийские, которые проживают в Иерихоне, но современная история города достаточно такая, в общем-то, сложная. В какой-то момент правительство палестинской автономии захотело сделать из Иерихона такой современный палестинский Лас-Вегас, стало строить там крупные такие богатые казино, гостиницы, крупные отельные такие комплексы, вкладывать туда деньги, но в 2003 году, после начала Интифады, в Иерихоне начались серьезные боестолкновения между местным палестинским населением и израильской армией, город оказался взят в осаду, несколько лет вообще доступ туда был полностью ограничен, пресечен, паломники, а уж тем более туристы Иерихон посещать не могли, все эти казино так оказались и отели заброшенными и недостроенными и сейчас как такие пустые острова стоят на окраинах несостоявшегося палестинского Лас-Вегаса. Уже после 2007 года постепенно начали допускать в Иерихон паломников, а в 2010 году в октябре Иерихон отметил с большой помпой размахом свое символическое десятитысячелетие. На главной площади Иерихона собрались огромные толпы людей, местная рок-группа исполняла какой-то совершенно невообразимый арабский рок, так что у всех окрестных машин сорвало сигнализации, что в общем никого не смущало. Народ веселился весь вечер и всю ночь и в общем-то это было такое достаточно красочное зрелище в Иерихоне, который только-только освободился от аков блокады и войны, которые несколько лет держали его в своем плену. Ну и в последствующее время надо сказать обстановка в Иерихоне продолжала оставаться не вполне спокойной, хотя к паломникам из России там относится очень тепло, с большим гостеприимством, уважением и любовью и поэтому в общем-то в основном для паломников из России посещение этого места в общем-то является достаточно безопасным и желательным несмотря на все эти политические передряги, которые сопровождают вот такую недавнюю последнюю историю этого города. По недавним сведениям в Иерихоне также какие-то произошли палестинские антиизраильские выступления, сейчас доступ в город также достаточно затруднен, но тем не менее там продолжает сохраняться и наш музейно-парковый комплекс и наше подворье, которое сейчас разделено между двумя духовными миссиями и миссией Московского Патриархата и зарубежной духовной миссией, которая делит между собой этот большой и весьма примечательный комплекс подворья, исторического подворья русской духовной миссии в Иерусалиме. Поэтому все паломники, кто пожелает и заранее договориться, может посетить это замечательное место, посетить древний Иерихон и прикоснуться к его святыням, вспомнить и подвиг Яна Предтечи, и крещение Господа нашего Иисуса Христа, ну и весьма богатую, содержательную, яркую историю самого города Иерихона, в которой удивительным образом соединялись самые разные события и примеры языческого прошлого этого города и благочестия разных периодов и Верхозаветного и Новозаветного периодов истории нашей Православной Церкви. Наших слушателей мы поздравляем с продолжающимся празднованием крещения Богоявления Господа нашего Иисуса Христа и желаем в эти светлые дни по возможности проводить молитвы, трезвения и воспоминаниях богатой истории нашей Православной Церкви. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров Корректор Игорь Негода